Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешим. Вот так давай. Аминь. Откровение, 16 глава, 1 стих. И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам. Идите, и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Толкование. Только что из храма вышли семь карающих ангелов. Храм наполнился дымом. И никто уже не мог войти туда. Но вот услышал я из храма громкий голос, повелевший семи ангелам вылить семь чаш. Чей это мог быть голос? Ведь даже четыре животных, о котором сказано, что они посреди престола и вокруг престола, Откровение, 4 глава, 6 стих, были вне святилища храма. Это мы видим из того, что одно из четырех животных дало семь чаш семи ангелам. Уже вышедшим из храма. Откровение, 15 глава, 6-7 стих. Таким образом, очевидно, что громкий голос из храма, повелевший ангелам совершить суды Божии, принадлежит самому Господу. «Господь находится в храме, в своем жилище, куда никто не может войти по причине его гнева». Откровение, 15 глава, 8 стих. И оттуда дает повеление начаться своим судам. Это похоже на описание у пророка Иезекииля. «И возгласил, вушимый, великим голосом говоря, «Пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей». Иезекииль, 9 глава, 1 стих. «И Иоанн услышал громкий голос из храма. «Глаз грома твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась». Псалом 76, 19 стих. «Прогремел небесный гром гласа Божия. Полились из семи чаш судны дождей на землю». Под землей здесь, разумеется, вообще вся вселенная, а не просто суша на земле. Суды Божии потрясут весь видимый мир. Судами в семи чаш гнева Божия будет наказано антихристово царство, «Так как это последние язвы, которыми оканчивалась ярость Божия». Откровение, 15 глава, 1 стих. «То неправомерно устраивать в описанном в главе 16 событии истории предыдущих веков. Это исключительно события кончины века». Откровение, 16 глава, 2 стих. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его». Толкование. Первая чаша гнева вылита на землю. Здесь, в отличие от стиха первого, под землей, разумеется, не весь видимый мир, не вселенная, а именно суша. В ее противоположности морю. Стих 2. «Гнев Божий изливается на людей, живущих на суше, и сделались жестокие, весьма мучительные и болезненные, жестокие и отвратительные на вид гнойные раны». Эти гнойные раны или нарывы весьма напоминают нарывы, посланные Богом через Моисея на египтян во время шестой казни. Исход 9 глава с 8 по 12 стих. «И как там этими нарывами были поражены только египтяне, а израильтяне остались невредимы, так и в кончину века гнойные раны будут на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его. Верные же Христу будут сохранены от этой напасти. Отмеченные Антихристом своей печатью и пользовавшиеся через то всеми благами Антихристового государства будут отмечены Богом печатью гнойных ран, отвратительных и жестоких. Столь отвратительным будет их вид, что невозможно будет на них смотреть, и они будут прятаться от взоров людских. Столь мучительны и жестоки будут страдания от ран, что на земле они уже предкусят муки гиенские. Где червих не умирает» Марка 9 глава 46 стих. «Но вечно грызет и терзает тело». Здесь мы имеем явный пример, как физическая боль постигает человека вследствие его греха. Еще продолжается царство Антихриста на земле, но уже начались суды над его подданными. Жажда исцеления. В отчаянии обратятся как к Антихристу, но он будет бессилен им помочь. Ложные чудеса не исцелят от истинных ран. Как эту первую казнь, так и последующие шерсть должно преимущественно понимать буквально. Здесь описаны не образы знамения, а непосредственные бедствия. Наподобие, как в древности были поражены десятью казнями фараон Веги и Египет. Однако некоторым моментам в этой главе можно придавать иносказательное таинственное значение, как почти везде в апокалипсисе. Иносказательно гнойные раны указывают на мучения, и скобь в сердцах и совести отступников, которые нарывают в них, как гнойные раны, и точат, как червь неумирающий. Откровение, 16 глава, 3 стих. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все удушевленное умерло в море. Толкование. Первая чаша была вылита на землю, на людей, живущих на суше. Вторую чашу вылил второй ангел в море. Под морем здесь, разумеется, настоящее море, окружающее сушу и наполненное рыбой и всякими другими морскими животными, и играющую важную роль в жизни общества. И вот, во время второй казни язвы в море сделалась кровь, как бы мертвеца. Под эту казню можно предполагать совершенные пророки Мильей и Енохом, которые имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою. Откровение 11 глава, 6 стих. Подобное действие мы видели и во время второго трубного гласа, когда третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Откровение 8 глава, 8-9 стих. Вторая чаша, как бы повторяет бедствие второй трубы, но еще в большей мере. Причем вся вода в морях сделается не просто как кровь, но как кровь, как бы мертвеца, свернувшаяся, темноватая, зловонная. В результате все одушевленное умерло. Так в морях и океанах, занимающей большую часть земного шара, вместо вод будет кровь, как бы мертвеца. И наполнено все это будет всякими мертвыми рыбами и трупами морских животных. Такая страшная казнь постенит людей антихристового царства. И так уже мучаешься гнойными ранами, поразившими их тела. Если некогда в Египте каждая казнь была кратковременной, то здесь, с наступлением следующей казни, мы не видим прекращения предыдущей. Одно бедствие налагается на другое, и действует одновременно с предыдущими. Откровение 16 глава, 9-11 стих. Параллельно с этим природным бедствием будут идти и страшные кровопролитные войны. Так что вместе с превращением в вод в кровь моря осквернятся еще и кровью человеческой. В наше время нам не так уж трудно представить такое бедствие. Воды земного шара и так уже в большей степени заражены, и ныне уже готовы все смертоносные средства, чтобы отравить все воды во всех морях. Так постепенно мы уже приблизились к тем страшным дням. Откровение 16 глава, 4-6 стих. «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил, «Праведен ты, Господи, который си и был и свят, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков. Ты дал им пить кровь. Они достойны того». Толкование. «Эта казнь похожа на первую египетскую казнь, когда воды реки Нил превратились в кровь. Рыба вымерла, река восмердела и стала непригодна для питья». Исход 7 глава с 19 по 21 стих. «Напоминает эта казнь и случившуюся при третьем трудном гласе ангела, когда третья часть вод в реках стала горькой, и многие люди от этого умерли». Откровение 8 глава, 10-11 стих. «В несравненно больших размерах все это случится при казни третьей чаши. Когда испорчены будут все воды в морях, то тем более важны и необходимы станут реки. Но придя к рекам, люди и там увидят, что сделалась кровь. Как утопающие хватаются за соломинку, так ухватятся люди за любые другие источники вод. Может, где в колодце, может, где в горном озерце, может, где ключ бьет. Но, увы, везде кровь, кровь, кровь. О, как тогда вас запьют они! Но кому вопиять? Антихрист, их несравнимый царь, а боготворенный ими, бессилен остановить казнь Божию. Бог не поможет хулящим его. Может, призвать ангеловод того ангела, который поставлен на стихии воды. Может, он умолит Бога об исцелении своей водной стихии. Нет. Не нарушена ни праведность, ни святость Божия в этом суде над водами. Тот, который, еси в этих судах, такой же, как и был ранее, когда сыпал человечество милостью и щедротами. Нет перемены в правосудии Божией. И ангел вод не молит об исцелении своей стихии, но величит Бога за то, что так судил. Все это послано за то, что они пролили кровь в святых и пророков. Ты дал им пить кровь, они достойны того. Проливавший кровь окружены теперь морями крови. Вокруг текут реки крови. Из источника бьет кровь. Таково возмездие за страшную жестокость над святыми и пророками. Кровь за кровь. Они достойны того. Те, что проливали кровь, как воду, должны будут пить кровь вместо воды. И они будут упоены кровью своей, как молодым вином. И всякая плоть узнает, что я Господь. Исайя 49 глава 26 стих. Святые – это все верные христиане. Откровение 13 глава 7 стих. А пророки – те, что удостоились пророческого дара от Господа. По неизреченному милосердию Божию в те страшные и последние дни не прекратится род святых детей Божьих. И как пророчество Иои. 3 глава 28 по 32 стих. Особо будут излиты дары Духа Святого и именно дар пророчества. К этим пророкам последнего времени будут протекать верные и находить у них утешение и укрепление в страдании. Но на них будет лютое гонение. Кровь их будет литься, как вода, от рук антихристовых гонителей. Однако виновны в пролитии их крови не только непосредственно те гонители, но и вообще все, кто оправдывает казнь христиан. Виновны и оправдывающие древних иудеев, которые убивали и гнали посланников Божьих. Матфея 23 глава 29 по 37 стих. Виновны и все оправдывающие пролитие крови святых, когда бы то ни было. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. С ним вы свидетельствуй о делах отцов ваших и соглашайтесь с ними. Ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от сознания мира. Луки 11 глава 47-48-50 стих. Благодатным чудом притворение воды в вино начал Господь свое служение на земле. Евангелие от Яна 2 глава 1 по 11 стих. Страшным возмездием будет притворение воды в кровь, когда Господь будет завершать свои дела с землей. И вот пронеслось, как эхо от возгласа ангела вод. Откровение 16 глава 7 стих. И услышал я другого от жертвенника говорящего. Ей, Господи Божий Вседержитель, истинный и праведный суды Твои. Толкование. Теперь о праведности божественного правосудия говорит голос от жертвенника. От жертвенника вопияли души убиенных святых за слово Божие и за свидетельство о Христе, отлучение проливших кровь их. Откровение 6 глава 9-10 стих. Теперь, когда их кровь частично была отмечена, они славят Бога за его правосудие. Так что этот голос от жертвенника исходил от находящихся под ним души убиенных святых. Святой Андрей Кисарийский разумел под жертвенником самого Христа. Мы призываемся через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы. Евреям 13 глава 15 стих. Либо ангельские силы, которые возносят Богу наши молитвы и духовные службы. В таком случае мы имеем здесь самосвидетельство Христа и свидетельство ангелов об истинности и праведности судов Божьих. Откровение 16 глава 8-9 стих. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце и дано было ему сжечь людей огнем и сжег людей сильный зной. И они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами. И не вразумились, чтобы воздать ему славу. Толкование. Первые три чаши гнева поразили земное. Людей на суше, море, реки и все источники вод. Четвертая чаша гнева приобретает уже космический характер, ибо касается деятельности самого солнца. Мы видим, что четвертый ангел вылил чашу свою на солнце и дано было ему сжечь людей огнем. И сжег людей сильный зной. Интересно отметить, что слова дано было ему относиться не к солнцу, а касается ангела, изливающего на солнце чашу. Таким образом, к изменению деятельности солнца причастен ангел. Опять мы видим, как за природными явлениями кроется деятельность ангелов. Но все это дано было ему от Бога. В конечном счете, все объясняется бытием и божественной деятельностью Господа, Сидержителя, ибо все им стоит. Калосина, 1 глава, 17 стих. То, что в результате изливания четвертой чаши меняется деятельность солнца, напоминает действие четвертого трубного глаза, когда поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд. Откровение, 8 глава, 12 стих. Но если там деятельность солнца, видимо, ослаблялась, то здесь, наоборот, она усиливается. Если глобальные и страшные катастрофы на Земле, то каков будет ужас от космических катастроф? И вот результат. Солнце стало жесть людей огнем, и сжег людей сильный зной. Это опять напоминает деятельность пророков Ильи и Еноха в кончину века, которые имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчества не их. Откровение, 11 глава, 6 стих. Благодатная теплота солнца обратится в невыносимый палящий зной. И это тогда, когда не будет воды. Но во всех морях и реках кровь, как бы мертвеца. Какой зловоний будет повсюду? И до вершения страшная эпидемия, отвратительный гнойный ран. Всюду зараза, зловоние, зной, ни капли воды. Тут бы и покаяться падшему человеку, введенному в такое состояние антихристом, еще недавно обещавшим людям совершеннейшее идеальное общество, рай на Земле. Но люди будут в последней степени ожесточения и отчаяния. И даже поняв, что обмануты антихристом и тяжко страдая, они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. В этом они несравненно превзойдут древнего египетского фараона. Тот хоть после казни каялся. На этот раз я согрешил. Господь праведен. А я и народ мой виновны. Помолитесь обо мне Господу. Исход 9 глава, 27-28 стих. Но не так здесь. Не для покаяния, а для хулы на имя Бога отверзут люди свои уста. Это не будут атеисты. Нет. Эти прекрасно будут понимать, что Бог имеет власть над всеми язвами. И все-таки не вразумились, чтобы воздать ему славу. А наоборот. Хулили имя Бога. От окаменевших сердец не потекут потоки слез. Но только высекутся искры отчаянно и хулы. Иносказательно можно разуметь, что греховное солнце будет изжечь своими лучами и опалять их зноем искушений и грехов. Но безумные они, не осознаваясь в своих прегрешениях, не славя Всевышнего, будут изощрять языки свои для хулы на Бога. Все более растет нечестие. Все более чашки казни постигают мир. Откровение 16 глава 10-11 стих. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя и сделалось царство его мрачно. И они кусали языки свои от страдания и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих и не раскаялись в делах своих. Толкование. До сих пор язвы постигали людей, принявших Антихриста, и природные стихии. Но прятался еще невредимым в своем граде убежище главный виновник этих язв – Антихрист. Еще невредимые – престол зверя и спасающихся возле него. Еще не замучили этих мироправителей гнойной язвы какими-то судьбами. Может быть, поставляется еще им вода. Может быть, найденные средства для создания тени от невыносимого зноя и палящего огня солнца. Пообещав людям рай и высшие идеалы, он, прятавшись в своей цветоделе, мрачно и злобно смотрит на происходящее в мире. Но он бессилен. Его ложные знамения увлекли за собой праздных людей. Но его в лже чудеса бессильны против истинных и реальных язв. Однако, не обольщенные им более всего тревожат Антихриста. Бессильный и боязливый, он помышляет о том, как будет целеть самому. И тут спокойное и неспешное действие. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя. Все. Антихристово царство поражено в сердце. Все кончено. Напрасно привлекали все силы цивилизации. Вся наука и техника. Напрасно помогали все силы ада. Не помогло ничто. Поражен великий вождь. Обоготворенный владыка антихристианского мира. Не стране, но чудотворец и пророк. Страшный зверь. Поражен его престол, перед которым преклонились, как перед престолом Божиим. И сделалось царство мрачно, ибо погасло светило. Погас тот, который считали светом всей вселенной. Погасло его учение. Его чудеса, его царство. Слабой тенью этого события может рассматриваться осязаемая тьма египетская, надвинувшаяся во время девятой казни на фараона и его народ. Исход 10 глава 21 стих. Представление о помрачившемся царстве Антихриста и о состоянии этого царства во мраке можно получить из 17 главы книга Премудрости Соломона. Великие непостижимы суды Твои, посему ненаученные души впали в заблуждение. Ибо беззаконные, которые задумали угнетать святой народ, узники тьмы и пленники долгой ночи затворились в домах, скрывались от вечного промысла. Думая укрыться в тайных грехах, они под темным покровом забвения рассеялись сильно устрашаемые и смущаемым призраками. Ибо самое потоленное место, заключавшее их, не спасло их от страха. Но страшные звуки вокруг них приводили их к смущению и являлись свирепые чудовища со страшными лицами. И никакая сила огня не могла озарить ни яркий блеск звезд, не в состоянии было светить этой мрачной ночи. Являлись им только сами собой горящие костры, полные ужаса. И они, страшась невидимого призрака, представляли себе, видимо, еще худшим. Пали обольщение волшебного искусства. Их хвастатство мудростью подверглось посмеянию, ибо обещавшиеся отогнать от страдавшей души ужасы и страхи сами страдали позорной боязливостью. И хотя никакие устрашения не тревожили их, но преследуемые брожениями ядовитых зверей и свистами присмыкающихся, они исчезли от страха, боясь взглянуть даже на воздух, от которого никуда нельзя убежать, ибо осуждаемое собственным свидетельством нечестие боязливо, и преследуемое совестью всегда придумают ужасы. Страх есть нечто иное, как лишение помощи от рассудка. Чем меньше надежды внутри, тем больше представляется неизвестность причины, производящей мучения. И они в эту истинно невыносимую из глубин нестерпимого ада и шедшую ночь располагают заснуть обыкновенным сном, то были тревоженными страшными призраками, то расслабляемые душевным унынием, ибо находил на них внезапный неожиданный страх. Итак, где кто, когда был застигнут, делался пленником и заключаем был в эту темницу без оков? Был ли тот земледелец или пастух, или занимающийся работами в пустыне? Всякий, быв застигнут, подвергался этой неизбежной судьбе, ибо все были связаны одними неразрешимыми узами тьмы. Свишущий ли ветер, или среды густых ветвей сладкозвучный голос птиц, или сила быстротекущей воды, или сильный треск неизвергающихся камней, или незримое бегание бескачущих животных, или голос ревущих, свирепящих зверей, или отдающийся изгонных углублений эхо, все это ужаса их повергало в расслабление. Ибо весь мир был освещаем ясным светом и занимался беспрепятственно делами, а над ними, одними, была распростерта тяжелая ночь, область тьмы, умевшей некогда объять их, но сами для себя они были тягостней тьмы. Столь тяжко была эта казнь язва, что в бессильной злобе и отчаянии они кусали языки свои от страдания, ибо предвидели вечные муки гиены, где будет плач и скрежет зубов. Кажется, но теперь бы принести покаяние истинному Богу, но они опять хулили Бога Небесного от страданий своих и яств своих, и не раскаялись в делах своих. Печать антихриста начали каждого из них, и Челова уже не может больше помышлять о вечности, не способна направить мысли свои к горнему. Оно омрачено из глубин нестерпимого ада, исшедшей ночи. Примуя Соломона, 17 глава, 13 стих. Не может рука, запечатленная антихристом, подняться для совершения спасительного крестного знамени. Не может сердце раскаяться, не могут очи пролить слезы покаяния, не может язык призвать спасительное имя Господне. Как некогда в древности, после пяти казней фараон каждый раз ожесточал свое сердце, а после шестой казни уже Господь ожесточил его сердце. Исход, 9 глава, 12 стих. Так и здесь, в конец было ожесточено сердце людей, и кусая от боли языки искусанными и кровоточащими языками, они все-таки хулят Бога. Откровение, 16 глава, 12 стих. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Эфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Толкование. После поражения престола Антихриста, пятая чаша, наступает последнее событие в мировой истории, непосредственно завершающееся вторым пришествием Христовым и Страшным Судом. Мы видим, что река Эфрат играет некую особую роль во всей истории человечества. Здесь, в верховье этой реки, был насажен некий Дарайский сад в Эдеме. Здесь начал человек свою жизнь на земле. Это колыбель человечества. Здесь произошло грехопадение человека, и Бог отвергает это место и садил от местного спасения Палестину, Иерусалим. Вспомним историю Авраама. Здесь, на Эфрате, и начало цивилизации, впервые в мире города. Здесь средоточие боговраждебных сил. Здесь люди начали строить башню до небес и были смешаны и рассеяны по всем землям. Так здесь, на Вивилонских руинах, рождается язычество, говорящее не на первой языке народа Божия, а на разных языках, и поклоняящееся разным иным богам, но не Богу. Истинному. Здесь Господь связывает четырех нечистых ангелов. Приготовь их на час и день и месяц и год перед кончиной века. Откровение 9 глава 14-15. Здесь граница Израиля. Страны истинной религии и благочестия, за которой находятся страны и народы боговраждебные. Здесь оплот народов, вечно враждовавших с носителями истинной религии. В древности это Осирия, Халдея и Персия, всегда воевавшие и даже покорявшие Израиль. Здесь и Вавилон, город великого нечестия. В христианскую эру здесь утверждается оплот мусульманства, религии, отвергшей Бога человека Иисуса Христа, и Таинства Пресвятой Троицы, религии, призвавшие народы на кровопролитные войны с христианами. И в кончину века с этим местом будут связаны особые события. Если язвы предыдущих чаш поднимались преимущественно буквально, понимались преимущественно буквально, то и здесь можно разуметь буквально смысл этих слов. Некоторым указанием на это событие могут служить слова Ветхозаветнего пророков, Исайя, и прострет Господь руку свою на реку в сильном ветре своем и разобьет ее на семь ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее. Исайя, 11 глава, 15 стих. Иеремия, засуха на воды его, в скобках Вавилона, и они иссякнут, ибо та земля истуканов. Иеремия, 50 глава, 38 стих. Ясно указывается и причина иссушения воды Ефрата, для того, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного на великую битву последнего дня. Откровение, 14 глава, 16 стих. Два главных потока двинутся сюда, от пределов севера. Ты, Гог, в земле Магога. И многие народы с тобой. Иеремия, 38 глава, 15 стих. И цари от восхода солнечного. Народы северные и восточные, и объединившиеся с ними, двинут тогда свои полчища в израильскую землю, что будет облегчено им иссушением воды в Ефрате. Так разумел святой Андрей Кесарийский, говоря, что река Ефрат оскудеет, чтобы дать проход языческим царям для истребления друг друга, которые двинутся, думаем, из киевских пределов, из места Гога и Магога. Во время Андрея Кесарийского там жили языческие народы. Если же описаемые апокалиптические события недалеки от нашего времени, то, глядя на карту мира, трудно ошибиться в определениях великих держав к северу и востоку от Ефрата, а также тех религиозных и тайных мистических сил, гнеждящихся восточные Ефрата. А впрочем, только сами события скажут свое последнее слово. Обо всех этих событиях в толковании на 20 главе с 7 по 9 стих. Иносказательно, видя на Иоанна, можно разуметь и так. Ефрат – граница Израиля, со странами боговрожденными. Но вот Ефрат высохнет. Эта граница исчезнет. Исчезнет все, что сохраняла христианскую церковь. Новозаветный Израиль от своих врагов. И тогда все народы обрушат свой гнев на христиан, учинив последнее лютое гонение на святых. Видеть под высоханием Ефрата и последующей войной какие-то события предыдущей истории неправильно. Здесь описываются события с самого последнего времени, завершающего страшным судом. Стих 14. Но это еще не все, к чему привело изливание шестой чаши. Откровение 16 глава, 13 стих. И видел я выходящего из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Толкование. Иоанн видит исхождение чистых духов из уст дракона, сатаны, из уст зверя, выходящего из моря, антихриста, из уст лжепророка, предчетчих антихриста, зверя, выходящего из земли. Так мы опять видим эту сатанинскую троицу. Троица не по существу, а подражательная и ложная. О троечности сатанинского действия смотрите Откровение 9 глава 17-18 стих. Это карикатура на Божественную Троицу. Теперь, когда царство Антихриста сделалось мрачно, явились всему миру его бессилие и стал ясен его проигрыш. Сатана собирает все свои силы и делает последнюю отчаянную попытку восстать на Бога, возмутив все народы. Стих 14. Но на этом его настигает конец через второе славное пришествие Христово. Итак, в действие вступает на этот раз сатана лично и привлекает своих могущественных служителей, Антихриста и лжепророка. Объединив свою тройную силу, они объявляют Богу войну. По-видимому, они понимают, что это будет последнее сражение и вступают в бой сами. С одной стороны, сатана все знает о своем конце, знает как из Священного Писания, так и из тех непосредственных сведений, которые он имеет от Бога и ангелов. Но он отец лжи. Иван Гриатьяна 8 глава 44 стих. И ложь искажает всякое знание, которое он имеет. Поэтому и по своей безмерной злобе и отчаянию он все-таки до конца будет вести с Богом войну. С чего же начинается эта последняя брань? Из уст, из сатаны и антихриста и лжепророка исходят три нечистых духа. От каждого по одному. Исхождение из уст означает, во-первых, исхождение духа изнутри, из самого внутреннего существа. Во-вторых, самый образ исхождения из уст мыслица как изблевание, что соответствует отвратительному виду жаб и существу дракона, зверя и лжепророка. В-третьих, этим указывается, что эти духи исходят в мир по непосредственному указанию сатаны, антихриста и лжепророка. Исшедшие три нечистых духа подобны жабам. Это сравнение объясняется природными свойствами жаб. В грязи, рождающиеся, в грязи живущие, из грязи выходящие, малые сами по себе бессильны, жалкие, но раздувавшиеся и обладающими громкими голосами. Они противны и отвратительны при прикосновении к человеческому телу. Таковы будут люди, в которых войдут нечистые духи, подобны жабам. Душа, как и деятельность этих людей, будет грязной и отвратительной. Слабы и жалки будут их цели и проявления. Но будут они гордыми и самопревозносящимися. В грязи рожденные в грязи умрут. Изблеванные сатаной, антихристом и лжепророком сами превратятся в грязь. Все, да? Да, все. Ну, слава Господу. Оказать наше сокровище. Каждый раз знали люди, где его искать. Вот у нас вышел Новый Завет, Трехтомник. Это толкование всего Нового Завета от Морфея и по откровениям. Кроме того, у нас вот здесь, в интернете, «Во свете Библии», православный библейский сайт. Здесь все книги, 38 книг вышли у нас. Отдельно, значит, 4124 ответа по темам, 55 тем. Вот у нас справа колонка идет. А внизу написано «Православная форума Гнатия Лапки». В него только один раз щелкнуть, и сразу открывается форум. Вот он, православный форум. 1440 тем. Тема разная, полная. Ну и у нас еще что есть? Это вот листики Mail.ru, «Мой мир». Очень богатый, больше тысячи роликов. Разная, разная тема, кто желает. Вот это мы с чем хотели бы познакомить людей. И у нас еще есть канал в YouTube. Православный видеоканал «Открытым оком» во свете Библии. Как-то разделили его по два. Я даже не знаю, как так получилось. Что будто бы два канала, как бы, искать надо в двух местах. Не знаю пока. Это сама техника так сделала. Вот так. Вот то, что у нас есть, вот эти мы поделились. приглашаем, кому надо. Помогу заходить, посыщаться. О, ладно. Надо зайти сюда, ленточный. Узнать, сколько сегодня человек пришло. 154 человека. Какие-то вот лезут и все время. Как они через регистрацию проходят там, какие-то роботы. Но не меньше 10 каждый день. Одолевает прямо. Ну, вреда никакого нету. Но я их на всякий случай удаляю. Мало ли что. Прямо-таки. Только уберу маленько, погоди, опять. Чудо какое изобрели. Тим Бернер Сли. Интернет изобрели. Пил, 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 пил. Вот так. Что-то навеливает фото. Прямо посмотреть. А что там у него?